В этот вторник, 9 апреля, на Тверь обрушился сильный ливень с апрельской грозой. Из-за обильных осадков в городе затопило несколько дорог, а жители областной столицы в социальных сетях делились кадрами непогоды. Наш корреспондент узнал у синоптиков, что стало причиной столь ранней первой грозы. Ливень застал многих врасплох. Дождь оказался настолько сильным, что улицы Твери превратились в сплошное озеро. Ситуация на дорогах усложнилась, пешеходам тоже пришлось не сладко. Автолюбители в социальных сетях отметили, что из-за проливного дождя дороги затопило на улицах Луначарского, Можайского, в микрорайонах Южный и Юность. Как отмечают синоптики, в Твери выпало 29 миллиметров осадков, что составляет практически 98% от месячной нормы. А начавшаяся вечером первая гроза вызвала немало удивления у жителей Твери. Фото и видео этого атмосферного явления заполнили социальные сети. Как поясняют синоптики, через Тверскую область прошел грозовой фронт. Наиболее активным он был в центральных районах региона. Он сформировался благодаря очень теплой погоде, которая остановилась в регионе в эти дни. Вчера через нашу территорию проходило, вы не поверите, вот такое маленькое возмущение, типа циклонического, волна называется по-нашему. И она проходила прямо по центральным районам области, и наибольшее количество осадков выпало в Торжке. Вот возмущение такое на фоне контраста температуры. Температура вчера была очень высокая, и прогрев был большой. А подстилающая поверхность все равно еще холодная. Еще в апреле у нас грозы, в апреле как бы и не должно быть по норме. Первая половина апреля выдалась достаточно теплой с точки зрения нормативных значений. Среднесуточная температура почти на 10 градусов выше нормы. На сегодняшний день температура должна быть 2,4 градуса. А столбики термометров показывают 14,5 градусов. Здесь вот графический прогноз по 24 апреля. Сейчас очень тепло, это вот сегодняшнее наше тепло. А дальше температура воздуха начнет приближаться к более нормальной, потому что к концу месяца все-таки среднесуточная температура будет составлять 9 градусов. Без осадков мы не обойдемся. Высокие столбики, это вполне возможно, это ливневого порядка. За очень короткий период времени у нас вчера такой же был столбик. А последствия грозового ливня в городе активно устраняли коммунальные службы. Ночью воду откачивали с использованием и лососной техники на проспекте Победы. Разворотном кольце в Южном на улицах Паши Савельевой 15 лет октября и резинстроя. Днем завершились работы на улицах в Заволжье. Ситуация находилась на контроле местной власти и коммунальных служб.